«Что самое страшное?» – спросила как-то внучка. «Самое страшное в жизни – это не успеть прийти к Богу», – ответила мудрая бабушка. На пороге земном стало все столь открытым и явным. Все, на что человек в своей жизни смотреть не желал. Встречу с Богом свою, делом он не считал самым главным, и Христа сторонился, и дверь перед ним закрывал. В путь последний родных или знакомых своих приходилось провожать человеку тому, и, наверное, не раз его сердце в такие минуты взволнованно билось, и, скупая слеза при прощании, катилась из глаз. Ему было, конечно же, грустно, тоскливо и больно, и себя на их месте он так не хотел увидать. Приходили подобные мысли на сердце невольно, но он очень старался те мысли скорее прогнать. Он ведь полон был сил, дальновидным себе он казался. Сколько встреч впереди, сколько планов, проектов и дел. Он так редко и вскользь разговоров о вечном касался. Он боялся, возможно, а может быть, слишком был смел. Он деревья сажал, поливал их, берег или леял. Он был счастлив, когда собирал всех деревьев плоды. Но все чаще болело в груди, где-то там, чуть левее. Не давало уснуть чувства страха или пустоты. Он построил свой дом, и он им откровенно гордился. Дом внутри и снаружи красив и удобен так был. Сыновьями своими в саду человек тот садился, и ему так казалось, при мудростям жизни учил. Он учил их тому, как вести свое правильное дело, как любому уметь дать ответ, как друзей выбирать. Он учил их вперед, нужно двигаться честно и смело. Он учил, где и как, нужно роль без ошибки сыграть. Но однажды, однажды случилось все это нежданно. Громкий голос с небес для него одного прозвучал. Время кончилось ныне, что свыше тебе было дано. Человек испугался, заплакал и громко вскричал. «Погоди, о Всевышний, дай времени мне хоть немного. Я ведь знал, я ведь слышал, я верил в душе, что есть Бог, но не думал, что так оборвется земная дорога. Дай мне времени, Боже, дай времени мне, хоть денек. Всем хочу рассказать, что неправильно жизнь свою прожил. Говорил столько много ненужных и лишних я слов. То, что в тлен превратиться должно, так усердно я множил и ни разу. Спасибо тебе не сказал за любовь, за цветы, что цветут на лугах в изобилии летом, за траву, по которой любил я бродить босиком, и за звезды в ночи, и за день, что приходит с рассветом, за лесную прохладу с поющим в тиши родняком, за прекрасную радугу и за жемчужные росы, за грибные дожди и за тучек кудрявых стада. Мне об этом не раз сыновья задавали вопросы, но неверно я им отвечал, о, Создатель тогда. Я хочу им сказать, хочу уберечь их, позволь мне. Я хочу, чтобы из уст моих все услыхали о том, что их жизнь на земле – это только мгновение, не более, что засохнет мой сад и разрушится вскоре мой дом. А сейчас, вот я вижу, обитель прекрасную Бога, она вечна, и вечен сей райский чудеснейший сад. Только мне там не быть, мне в то место закрыта дорога, и никто, только сам я один, в этом я виноват. Говорить он пытался, но было уже бесполезно. Шевелились беззвучно уста, и холодной щекой покатилась слеза, ведь открылась ужасная бездна, и туда его бросила смерть ледяною рукой. Зачем же повторять тот страшный путь? Зачем идти в то место вечной муки? Ведь это просто к Богу протянуть здесь, на земле, с надеждой своей руки, и в небо поднять с верою глаза, здесь, на земле, ведь после поздно будет. Блаженство предлагают небеса, так будешь, будешь рассудительными, люди. Спасибо.